Если говорить именно о рождаемости, она низкая. Но демография, она не только из рождаемости складывается. В каком возрасте женщина будет рожать? У Кази же не может каждый зарабатывать миллион долларов. Это нас стареет. Чтобы нашу проблему решить, нужно чтобы в семьях было по трое детей. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня на площадке Псныхабар Асас мы поговорим о демографической ситуации в Абхазии. И гость нашей студии это врач-педиатр Туарчарской районной больницы Азамат Хиба. Здравствуйте. Азамат, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Мы знаем, что вы и в средствах массовой информации Абхазии, в социальных сетях, а не однократно. Нет, в социальных сетях у меня нету. Это просто, видимо, где-то показали видео. Делятся, да. Выступаете на тему улучшения демографической ситуации Абхазии. И нам очень приятно, что сегодня в рамках площадки Псныхабар Асас мы можем поговорить с вами на эту тему. И традиционно, прежде чем перейти к обсуждению темы, я бы хотела обратиться к нашим зрителям и попросить их подписаться на канал Абсныхабар, потому что Абсныхабар обсуждает только самое значимое. Азамат. Улучшение демографической ситуации Абхазии – это действительно актуальная тема, поскольку без увеличения численности населения Абхазии невозможно и строительство Абхазского государства. И, однако, специалисты, изучающие статистику рождаемости и смертности, говорят о том, что демографические процессы в Абхазии характеризуются высокой смертностью и низкой рождаемостью. И вас, как специалиста в этой области, так же, как врача, который работает в ковидном центре, мы бы хотели спросить, как вы в целом могли бы характеризовать демографическую ситуацию в Абхазии. И если действительно ситуация такая кризисная, как говорят специалисты, то в чем причины высокой смертности и низкой рождаемости? И как ситуация с ковид-19 повлияла на высокую смертность? Ну, вот то, что касается вопрос состояния населения. В каком состоянии здоровья находится, численность, прирост населения. Начиная примерно с 2008 года, в течение года двух, даже трех лет, по роду моей деятельности, медицинский работник, нахожусь в самодействии с контингентом женщин-детей. Начиная от самых маленьких, молодого рождения, до 16-17 лет. Вот. И помимо рабочей деятельности, примерно пытался для себя выяснить среднее количество детей в семье. То есть это основной показатель, если говорить о демографии, для того, чтобы знать, допустим, то, что касается детского населения, прироста населения, через рождаемость. Это количество детей из семьи. И вот в течение где-то года, двух, даже 20 человек, почти три года. Статистику собирал понемногу, его невозможно собрать за неделю. Вот. И примерно вышел на следующие цифры. Есть такой показатель, когда количество рождений детей в семье таково, что прирост не происходит, ни убыли не происходит. Это стабильное общество по количеству населения. И для того, чтобы общество прибавлялось, хотя бы немного обновлялось, нужно, есть такой коэффициент, количество детей на одну женщину. 2,2. То есть, как минимум, должно быть 2,2 ребенка в семье. Так, дробами считается. Это именно такой термин. 2,2 ребенка. Вот. А если, допустим, какие-то неблагоприятные условия, да, вот, экология не позволяет, или войны были, какие-то потрясения, то это доходит до 2,5, до 2,6, даже до 3. То есть, несмотря из какой ситуации исходить. И получается, по нашим данным приблизительно, у нас оно составляет даже ниже 2. Считается большой разрыв между необходимым 2,2 и существующим, даже, видимо, еще ниже. Это считается большой. На целых 0,2 это много, даже больше будет. Разрыв может быть до 1,9, 1,7, 1,5. То есть, это считается очень много. Поэтому, если говорить именно вот отрождаемость, она низкая. Но демография, она не только из отрождаемости складывается. Я вот всегда вот старался вот этот момент упомянуть, что это не знак равенства. Демография, она включает и среднюю продолжительность жизни, и процент смертности какой. То есть, вот, исходя из всех вот этих вопросов и количества населения в Абхазии, вот такие я получил данные, что происходит убыль населения. Убыль населения и за счет снижения рождаемости, и за счет ранней смертности, и за счет процента внезапной смертности. То есть, все имеет свое время. COVID-19 сами по себе, если с научной точки зрения, карантинные мероприятия, это какие-то экстренные мероприятия, да, ну и на государственном уровне, если рассмотреть, оно по определению, тот человек занимался, его привычный ритм нарушается. Потому что в магазине пойдешь, допустим, заболел, изоляция, надо дома сидеть. Непосредственно оно влияет как путем изменения социальной обстановки, неблагоприятной, да, допустим, стало, не может человек никуда пойти, что плохо стало, что делать, как быть, либо наоборот должен по наблюдениям находиться. Вот оно влияет. Потому что нарушается привычный ритм человека, это что для большинства населения, это стресс. В той или иной степени население находится в стрессе. Это как бы фон идет стрессовый. Естественно, благоприятного тут ничего особо может не быть. Главное, чтобы не доходило до случаев психозов. Такое же бывают люди предрасположенные, то есть обостряется количество психических расстройств, поведение, потому что человек боится, фобия начинается. То есть во время таких мероприятий отмечается повышение. Это медицинские доказанные факты. На фоне стресса количество неадекватного населения увеличивается, особенно если человек пьяный в наркотическом опьянине, за рулем находится. Естественно, все, что в социальной болячке есть, спят, они все просыпаются. Хорошего в этом мало. Но, с другой стороны, любое ограничение медицинское, конечно, оно имеет и минусы. То есть есть плюсы и минусы. Нужно просто определяться со сроками, эффективностью, допустим, таких мероприятий. Вот это все как бы нужно минимизировать потери. Вот. И, допустим, есть такой еще момент, помимо такого фонового, допустим, благоприятных вещей, ну, в отложенные, допустим, какие-то мероприятия. Свадебные. Вот такое вот. То есть если статистику посмотреть, там будет такой вот прогиб на этом месте. На этом месте пока было за счет того, что кто-то не успел ребенка породить, захотели, не захотели, не запланировали. То есть это все будет отмечено. В общей статистике тоже оно моментно влияет. Ну, из-за ковида мы можем сказать, что процент смертности увеличился? Увеличился за счет, в основном, это 97-98 процентов. Это, естественно, пожилое население. Потому что сейчас пойдите в ковидный госпиталь, даже не будут дети лежать. Ни одного ребенка нету. Это все взрослые пожилые люди. Поэтому процентность среди взрослых пожилых людей, особенно кто бы имел барханические заболевания, сердечники, у кого диабет, вот, инсульт, кто перенес. Естественно, в этой группах смертность сама есть. От этого никуда не деться. Чтобы демографическая ситуация улучшилась, сколько детей, на ваш взгляд, должно рождаться? Ну, исходя из нынешних условий, вот, из нынешних условий, это, где получается не меньше трех. По-хорошему, если так. Примерно три. Но тут опять-таки не так просто, как бы, то есть дело не столько в количестве детей, сколько в социальных условиях, допустим, вот, взгляд, современные расходы средней семьи, которая работает, муж, жена работает, и ребенок, один ребенок. Сколько на него уходит средств? Так вот, было посчитано, что разница между одним ребенком и вторым ребенком, это большая разница для тех, кто тоже одного может содержать, а второго не может. Разница в два раза. Ну, один из семь, один, вы помните, два. Между вторым и третьим ребенком она меньше, но тоже, может, двумя и тремя тоже критическое. Человек выбирает вот эти развилки. Если три ребенка, это уже должна быть, во-первых, в каком возрасте женщина будет рожать? Понятно же, они будут же рожать там под сорок первого, второго и третьего. Да, это естественно. Те будут рожать, но которые могут родить, даже в тридцать лет можно родить трех детей. Ты за четыре вот, тридцать, тридцать пять лет, если действительно здоровье позволяет, и позволяет социально-экономическая обстановка, чтобы было и на трех детей, пока растут, должно быть жилье. Это не может быть двухкомнатная квартира. Это и жилье, и какие-то социальные пособия должны быть на три. Между третьим и четвертым ребенком уже не такой нет большой разницы. Потому что в бытовом условии то, что на троих, ну и на четверых лишняя тарелка, лишние кеды их и так. А между четырьмя и пятью, пятью, шестью, там уже все. Человек не останавливается. Особенно это если тело ему нравится, он уже не останавливается на износ организма работает. У нас есть семьи, вот сейчас не знаю, где под 14-15 детей. Представьте себе, многодетные, десять и двенадцать. Но, как правило, большинство семей неблагополучны. Поэтому, естественно, социальные условия и обстановка не предрасполагает. Поэтому проблема в чем заключается? То, что главное в человеческом нашем обществе, кто страдает больше всего от таких социально-экономических условий, это семьи с детьми. Вот и пожалуйста. Поэтому, чтобы эту проблему решить, нужно создавать условия, чтобы человек мог свободно завести и двух, и трех детей без вот существенного потери в доходах или во времени. То есть человек должен зарабатывать. Ну, если двое, допустим, супругов. Если трое, она должна как-то больше с ними сидеть. Потому что, кто будет с ними сидеть? Это няня. Няня – это еще один туда включается человек. То есть, больше людей – это трудозатратнее. А у нас создать условия, где, допустим, один из членов семьи, жена или муж, зарабатывал бы на четверых. То есть, на троих детей, на мужа и на самого себя. То есть, на пятерых работа. А что за работа должна быть такая? Это работа только, ну, какой-то там, допустим, это высшие чиновники там в частных деклярах каких-то там компаний. То есть, которые могут миллиарды заработать. Но в Абхазии же не может каждый зарабатывать миллион долларов. Ну, вот это, то есть, надо с этим соизмеряться. Поэтому, чтобы нашу проблему решить, нужно, чтобы в семьях было по трое детей. А это добиться агитации, отсылкой к культуре, разговорами о патриотизме. Это невозможно. Для этого должны быть совершенно ощутимые методы. Ты вот родился ребенок, второе есть, все тебе дают с перспективой на третьего. И жилплощадь предоставляется, рабочие условия. В Абхазии это возможно. Наша площадь позволяет встать такое количество производства и такого уровня занятости населения, что большинство семей молодых могут иметь трех детей. Это возможно. С нашим климатом плодородным, с нашим местом. Мы курорт, мы страна, где может быть развита и медицина горная, вот такое вот экологическое место. При грамотном подходе это возможно. Ну вот раньше в довоенное время было очень много детных семей, там в семье пять и шесть детей. Почему сейчас таких семей гораздо меньше? Вроде бы условия жизни, они благополучные. Ну вот в советское время, если брать, я смотрел статистику вот не полностью, не по каждому, не в каждый год. Но с момента окончания Великой Отечественной войны в 45-м, до распада Советского Союза, почти в два раза был прирост населения в Абхазсковой. Статистика есть по Грузии, по национальностям Грузии, Абхазы, Мегревы, Русские и так далее, и так далее, и так далее. Вот, прирост был, по-моему, около тысяч 50-60 до 100. Вот так. Но это было, это, считайте, это был серьезный прирост. Насчет того, что увеличилась средняя продолжительность жизни человека, вот, ненуждаемость. Нуждаемость была больше, чем сейчас. Но тогда население было преимущественно сельским хозяйством занималось. В городах особо же Абхазии не жили. В сельском хозяйстве и все. Поэтому они жили в другой социальной среде. В этой социальной среде кажется, что детей много больше. Там много, там много, там много. Были многодетные. Ну, не прям, как вот, допустим, в среде есть порядка, что 5-6 детей, допустим, у женщины быть. Но вот у каждой женщины, это вот Конго, Танзания, вон там, то есть, ну, прирост был. А чтобы сейчас с этого добиться, опять-таки, должно быть и условия должны быть для проживания, и какая-то должна быть и народная идеология, созидательного плана, вот, чтобы у человека сберегательное было что-то вот такое. То есть, это и должно быть и на уровне образования. Человек должен будет понимать со школы, что здоровье надо беречь, что нужна у нас быть здравая среда, чтобы человек мог реализовываться, мог здесь с людьми создать, чтобы перспективы по работе были, пенсии. То есть, стабильная на 2-3 поколения. По-хорошему, на 3 поколения, как минимум, должна быть среда, чтобы здесь смогли 3 поколения людей прожить. Дальше сами будут решать всё. Это возможно. Это возможно, если приложить усилия, это можно сделать. А вот у вас есть данные, какого процента детей, которые рождаются за пределами Абхазии? Мы знаем, что очень многие наши женщины ездят рожать в Сочи, и потом это как-то фиксируется в Абхазии? Ну, точно трудно сказать, потому что статистики такой в Сочинском роддоме, как я понял, особо не ведут, потому что и так там у них бумаг не в проворот. Зачем им это нужно? Они проходят как-то по кассе, только успуги оплачивают. Если, допустим, гражданство имеет, женщина Абхазии, полис имеет, там он тоже проходит уже через фонд страхования, работает, вот это там данные. Но это данные технические, их не доступны. Но так вот, если на таком уровне сказать примерно, ну, не прямо уж критически много. Может быть, это вот, скорее всего, гинекологи могут знать. Четверть, третье, вот так, ну, не столько же, как пример. В два раза, не в три раза больше, а в четыре. Ну, существенно ощутимо, да, это тоже. А как всё-таки решить проблему демографии? Какой положительный опыт мы могли бы использовать для того, чтобы стимулировать рост демографии в Абхазии? Вот если вот рассуждать научно, вот, в соответствии этих же книг, там же предлагается методика, как это делается. То есть это не делается просто. Захотели, вот давайте денег на это выделим. Это обращаются к научным институтам. То есть там написано, что нужно. Состоит из нескольких частей. Первое. Часть рождаемости. То, что можно сделать в этой области. Увеличить рождаемость за счёт предоставления уже площади, либо улучшить медицинские условия в родильных отделениях. Вот выплаты, допустим, молодым женщинам. То есть разные методы достигают рождаемость. Второе, то, что касается смертности. Как снизить смертность? Смертность от несчастных случаев, от алкоголизма, допустим, наркомания, криминальная. То есть это всё занимает свои части. ДТП. Да. Третье. Это за счёт прироста населения, за счёт предоставления вида на жительство, гражданство. Кому? Вот, допустим, вопросы репатриации. То есть это тоже включается. И четвёртое. Это вопросы, связанные с тем, что человек покидает пределы Абхазии. Он больше не проживает по каким-то причинам. Допустим, по семейным, по бытовым, по рабочим, переехав в другой город. То есть как можно здесь сократить, предоставляя рабочие места и в своей жизни тем людям, которые могли бы остаться, но в силу тех или иных обстоятельств вынуждены уехать. Опять-таки, в родоспособном возрасте. Вот это четыре основных принципа, которые нужно обязательно иметь в виду для решения вот именно конкретно нашего вопроса. А вот кого успешно существует, это Израиль. Практически в 20 веке, кроме этого, ни одного нет практически проекта вот такого вот равного. Создание государства Израиль и увеличение численности населения за счёт... У них идеология мощная. Идеологический момент очень важен. Без идеологии это невозможно сделать. У них это на религиозной основе. Это основано. Поэтому вот они таким путём пошли. А мы каким путём можем пойти, чтобы исправить эту ситуацию? Мы каким путём можем пойти? Мы можем пойти путём государства Андора. Вот выставляете... На этом мало говорят. Обычно говорят, когда маленькие государства. С чем сравнивают? Начиная сравнивать с Люксембургом. А что мои золотые? Или захотели Люксембург? Правда же? А через какие остальные? Маленькие есть государства, меньше нашего. Андорра три раза меньше. А оно вид, знаете как, вот, кворчал. И чуть ниже, где более такие места, такие вот, не совсем скалы, предгорье. Вот, три раза меньше. Население Андорры 70 тысяч человек. 70 тысяч человек в средней продолжительности почти чуть ли не 90 лет. Вот молодцы андорцы. И по горной местности очень похожи вот предгорье Абхазии. И выше туда, где снег идёт. А как им это удалось? Ну, тут есть исторический момент. Они тоже жили между двух больших государств. Вот. Ну, у них был двойной протекторат над веками. И двойной протекторат по очереди правили. То одна страна, то другая. Это, по-моему, Франция была. Вот не Пуэнция, Испания, кажется. Между ними. Вот уже забыл. Она находилась между ними. И, как бы, они жили изолировано. Как вот на Псху. Особо потому, что спускаться нужно было куда-то ниже, чем в границу. Они были крестьянское население. В основном вот так охотились. В чём-то, как абхазцы. Климат такой же, как у них. Ну, пальмы нету. Но наши горы обычная такая растительность. И хвойный лес, и, как бы, лиственный лес. И какие-то огороды. То есть, это всё у них было. Вот. За образ жизни был. У них интернет буквально появился чуть ли не самый последний в Европе. Только до них так дошёл интернет. И независимость. А официально они очень тоже недавно получили. Ну, может, по-моему, пораньше, чем в Абхазии. Но они тоже молодые. И грамотно они всё устроили. Получилось. При такой маленькой численности населения. Что они... Какой у них доход? Экологический туризм. И всё. Ничего не нужно. Экологический туризм. Шопинг. Вот так, как творчал. Только там бутики. Вот стеклянные четырехэтажные дома. Деревья. Вот это всё. Машины мелкие вот такие электрические. У них всё просто. И больница одна большая. Централизованное здравоохранение. Вот у них модель здравоохранения. Вот Андоррскую надо брать. Посмотреть. Потому что там логистика правильная. Допустим, если брать вот с демографии тему медицины, здравоохранения. Здравоохранение. Помимо того, что это медики, это оснащение, это законы. Да, вот это ещё логистика правильно выстроенная. Как с наименьшими затратами. Максимально на данной территории предоставить помощь всем людям. Вот на вот этой площади. По времени, по быстроте, по качеству. Это всё было рассчитано. Они построили больницу большую. Важном райончике. Маленькие, как типа поликлиники. Вертолётами. Можно и на машине доехать. Но в основном медицинский вертолёт. Там же лететь недалеко. Всё, Андорру можно за 15 минут пролететь. От края до края. Всё, вертолётами их возят. Грамотно всё сделано. Население грамотное. Все, как бы, ну, то есть экологический туризм, они в основном сфера услуг. Часть из них предоставляет услуги туристам, отели, кормления, экскурсии. Вот такой вот. Медики там. Силы правопорядка. Порядок должен быть. Всё правильно налажено. Поэтому вот Андоррский принцип надо брать. Так, мне кажется, это очень интересно. Это в первую очередь улучшить экономику Абхазии. Должно быть и экономически, должно быть так создано, чтобы с минимальными затратами максимальному количеству людей оказать необходимую помощь своевременную. Если говорим о свете здравоохранения. Но это всё рассчитывается. То есть не абстрактные показатели, от которых просто могут дать, допустим, финансовые средства. И всё, коррупция, и всё это будет растащено. Естественно, это всё должно быть подконтрольно, но это всё учитывается. Далее хотела бы спросить, какие болезни помимо COVID-19 угрожают нашей нации, учитывая местные реалии? И вот какими болезнями чаще всего страдают наши граждане? Ну вот я вам скажу, вот как бы сейчас навскидку, думаю, что никто не ошибётся. Алкоголизм и наркомания – проблема. Значительно не все же у нас поголовно на алкоголики и наркоманы, стук чая стариков. Алкоголики и наркоманы – 95% больше в трудоспособное мужское население. Вот и всё, одного этого хватает, этой проблемы, помимо остальных, чтобы этим только можно было заниматься и заниматься. Алкоголизм и наркомания. Второе – ВИЧ-инфекция, гепатиты С. Это не значит человека виноватить и говорить, что он сам виноват. Мне-то не по-медицински невозможно, не по-человечески такое отношение. Человек попал в виду, но это тоже опять-таки беда не соседская. Это общая абхазская беда. Поэтому его можно решить только с прилагающей, или это решаемые вопросы. Не так правильно решать, но это решаемые. Вот, пожалуйста, алкоголизм и наркомания – самые такие болезни, которые трудно подаются в лечении. Гепатит В, гриппатит В, ВИЧ-инфекция. Потом, что у нас ещё с ней? Благоприятный фон создаётся за счёт того, что нетрудоустроенность, низкий уровень жизни, стрессы, всякие расстройства. Сюда относятся такие вещи, как общественное ДТП, случаи самоубийства, социального поведения, психической инвалидизации, которые, ну, можно существенно оказывать. Тем более, сифоном были какие-то события неблагоприятные. Военные конфликты, какие-то природные катаклизмы. Это тоже как бы долговременно оставляет сред. То есть, на 30 лет смотреть статистику и больше демографических. Он серьёзно оказывает, вот этого достаточно. По-моему, это ещё, допустим, климатические какие-то факторы. У нас тут, казалось бы, хороший климат, но летом жара, 2 месяца жара, 3 месяца жара, 40 градусов. Это, естественно, уже фактор тоже не будет. Но это прям не так уж сложно. Самое главное всё-таки вот это, которое я перечислил. Но очень многие болеют раком. Онкология, вот онкология. Вот я забыл сказать. А связано ли это вот с тем, что мы меньше начали производить натуральных продуктов? В основном завозим. Ну, проблема онкологии, то есть причина её. Ну, как онкология, многофактор. Не то, что одно. Убрали и кончилась она, вот онкология. Многофактор. Есть и климат, допустим, солнце. Люди выходят загорать. Потому что это очень опасно. Лучше стараться в тени находиться. Лишний загар не получает. То есть есть виды онкологии, которые возникают. Фиолетовое облучение солнца. Радиация. Очень большое имеет значение еда. То есть да, вот в пластике всё сделано в таких. Это всё десятилетиями скапливается в организме. То есть то, что каждый капает по капле в день, невозможно устранить там за неделю. А это относится к фону неблагоприятный. И вот очень часто болеют дети тоже вот благодаря таким фондам, как Ашан. Да, они молодцы, конечно. Мы знаем, что очень много больных детей появилось в Абхазии. И вот говорят, что в до военной, в советское время столько больных детей не было. И с чем всё-таки это связано, на Ваш взгляд? В до военной времени была система здравоохранения советская. То есть на что она предусматривала? Не столько лечение, сколько профилактику. Чтобы человек не довёл себя до того, чтобы положили. Потому что лечение человека, допустим, который уже болеет, намного дороже, чем если сделать ему поликлинику, чтобы была профилактика заболеваний, профилактория, поликлиники. То есть за счёт этого было мало детей. Ранее реабилитация была. Всё это было для человека за счёт государства. Говорилась такая бесплатная медицина. Но это такое обывательское название. Любая профессия, она затратна, потому что она физически что-то кто-то делает. Поэтому это всё было доступно. А сейчас средства профилактики мало доступны. Человек ведёт нездоровый образ жизни. И получается, что детей больных больше, относительно больше ста. Там по группам заболевания какие-то есть, допустим. Очень много детей, которые болеют простудными заболеваниями. В советское время всегда закаляли, обучали матерей. Говорили, чтобы не боялись. С детства холодная вода, обтирание, обливание. То есть ребёнка ещё правильно воспитывали в семье с точки зрения гигиены. Поэтому вырастал сознательный человек. А если в семье не говорилось об этом, тот человек за своим здоровьем маловероятно будет. Образовательный момент. Это всё вместе. А вот дети, они рождаются больными? Бывают часто заболевания, которые ещё внутриутробно врождённые. То есть рождается, может быть, с болезнью, которая уже внутриутробно заболела. А бывают болезни, которые после рождения бывали минут через пять. А может быть такая болезнь. Через час, на второй день, на третий день, месяц и так далее. А с чем это связано в основном? Это связано, смотря какие болезни. Если мы говорим о настрестных заболеваниях, это связано с тем, что у нас недоступны определенные методы исследования. И грамотная генетическая консультация. Плюс генетика, я же не просто пришёл к человеку рассказать, бабушка, дедушка какие были. Это нужно с определенной анализы, на определенные участки гена человека. Но это делается. Но это не дёшево. То есть это относительно, как бы в тех случаях, вот такой момент. Потом есть заболевания, которые связаны с внутриутробной беременностью. Женщина не пролечилась, хроническое было заболевание, вирусное или бактериальное. И ребёнок заразился. Внутриутробно получается, допустим, гепатит В, внутриутробная, цитопазмная инфекция. И вот фамидиолоз может быть. То есть разные заболевания. Чем мама болела, тем он может заболеть. Ну и может заболеть уже, когда родился, в маленьком возрасте. А в утробе ему можно оказать помощь, чтобы уже при рождении... Если это инфекция, касается инфекции, смотря в каких случаях. Да, Матин получает антибиотики. Вот и специальные готовые уже антитевар иногда получают. Но это такое лечение, возможно, не всегда. То есть зависит от определенных нюансов, случаев. Кроме этого, практически внутриутробно в операции это очень сложно. Здесь это не будет делаться, это вверх, где делают. В основном, те случаи, когда требуется лечить инфекцию. Потому что в случаях, если и там другая патология, получается, анатомическая, там уже решается вопрос, прерывать или нет. И что, как говорится, какой дефект, какое качество жизни. То есть уже решается другим специалистом по результатам обследования. Разные бывают случаи. Как Вы в целом оцениваете здоровье Абхазской нации? Ну, здоровье Абхазской нации, конечно, оно довольно тревожное. Потому что, опять-таки, то же самое, допустим, педиалемические мероприятия, общая неблагоприятная социальная обстановка, нервозность, неопределенность в завтрашнем дне. Это всё негативно сказывается. Поэтому без улучшения, вот видимого улучшения условий жизни человека, предоставления условий для проживания и людям трудоспособного возраста, рождения двух и трёх детей, это всё должно в государстве вырабатываться целенаправленно, долгосрочно. Это люди должны понимать, они должны непосредственно в этом участие принимать. Здесь не может быть коррупционный состав, потому что всё будет иначе, пущено в никуда. Это должно быть определён в обществе. Люди должны к этому прийти, и это дело возможно сделать. Такое, в принципе, в это можно оптимистично смотреть, потому что это возможно, но, естественно, приложив усилия, не просто так. А вот Азамат, хотелось бы понять, если статистика низкой рождаемости, высокой смертности будет сохраняться, что нас может ожидать? Ну, скорее всего, это будет уже от нас не зависеть. Это будет, что происходить с нашими большими, крупными соседями. Что будет с Россией происходить, то есть с нами. Вот и всё. Ну, потому что мы же маленькое государство, рядом большое. То, что с ними, то будет и с нами. То есть проблемы, допустим, у нас этнос стареет. Если количество рождений на женщину меньше 2,2, то большее количество такого населения. У стариков больше, 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 больше становится. Население стареет. Вот, естественно, какой-то совокурный потенциал всего народа, умственный, духовный, научно-технический, он должен искрадить количество трудоспособных людей. Конечно, уменьшается. То есть мы нуждаемся в таких вот методах, может быть, не совсем как бы ординарных, но в демографии нет двух одинаковых методов, если смотреть опыт стран. У каждой свой путь. Азамат наше время подошло к концу. Спасибо, что вы ответили на все наши вопросы. Я надеюсь, что у нас с вами получился... Да, нужно на это все дело посмотреть с оптимизмом. Несмотря на весь пессимизм, это можно делать. Просто это должны делать люди честные и умные, которых, если в Абхазии, допустим, будет у нас один человек из тысячи, надо его сберечь, куда-то его за руку водить, чтобы с ним ничего не случилось. То есть таких людей надо с детства воспитать. Это не просто так. Это очень трудно, это очень сложно. И главное, чтобы мы надежду не теряли. Все можно сделать. Просто сделать грамотно. Спасибо. Пожалуйста. А я хочу напомнить нашим зрителям подписаться на канал Абснахабар, потому что Абснахабар обсуждает только самое значимое. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Абсирас. Абсирас.